Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби на мемориальных объектах нашего города прошли митинги в знак благодарности предкам, защитившим нашу страну от фашизма. В 9 часов 45 минут состоялся митинг на братской могиле на старом городском кладбище. Подготовила и провела митинг детско-ветеранская организация «Победа» школы номер один. В мероприятии приняли участие председатель Совета ветеранов Лидия Кузнецова, заместитель главы администрации Татьяна Попова, учащаяся 1-й и 5-й школ. Участники митинга восложили на могилу цветы, ребята прочли стихи о страшных днях начала войны. Начало войны. 22 июня левитам металлическим голосом сообщил. Началась Великая Отечественная война. Мы просто прямые свидетели начала Великой Отечественной войны. И вслед за сообщением Лиитана появилась песня. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, проклятою ордой». Слова, вдумайтесь, на смертный бой. Уже тогда, 22 июня, было известно, что мы в этой войне понесем очень большие потери. Песня была, вот они играли, пели, по-моему, это было на большом нервном срыве. Вот они хотели показать, что же их ожидает впереди. Вот я вам говорила, я была такая. Мама бегает, думает, девчонки, еще сестренка была у меня четвертых годиков. «Девчонки, что мы будем делать? Ведь началась война. Бойска земля разве останется в стороне? Никогда. 15 тысяч человек, эти 15 тысяч мы проводили на фронт. Вернулось лишь всем, остальные погибли. Берегите мир все и делайте все для того, чтобы таких минут, как 22 июня 1901 года народ никогда не пережил больше». Памятный митинг прошел у мемориала «Память», который был подготовлен детско-ветеранским объединением «Наследие» под руководством Любови Пучковой. В мероприятии приняли участие заместитель главы городской администрации Татьяна Попова, городской общественный совет и учащиеся начальных классов девятой школы. 94 фамилии высечены на камне мемориала, 94 героя, которые подарили уже не одному поколению победу. Наш долг помнить и чтить этих людей, упокоившихся на Буйской земле. Присутствующие возложили к подножию мемориала цветы и почтили память воинов минутой молчания. «С вами, дети, находимся у мемориала память. Вот здесь, ребята, это почетное наше право детско-ветеранского объединения, в которое приняты и вы в этом году первоклассники. Это место, за которым мы ухаживаем. Здесь, ребята, братская могила, в которой покоятся тела солдат Великой Отечественной войны. Сегодня вы первый раз здесь. Это очень здорово, что вы сегодня пришли сюда с цветами. И мы почтим память солдат, ушедших на войну. И благодаря им, ребята, мы с вами живем под мирным и счастливым небом». В жизнь каждого человека нашей страны вошло это страшное слово. Война, которая унесла миллионы жизней, искалечила миллионы судеб, оставила после себя десятки разрушенных городов, сотни выжженных до тла деревень. Война, которая принесла каждую советскую семью, в том числе и в семье буявлян, слезы, горечь потерь близких людей. Сегодня, в этот день, мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны. Мы говорим вечно о славе тем, кто сражался на полях сражений, кто отстаивал трудовые будни в тылу. Сегодня мы говорим вечно о память всем, кто ушел в бессмертие. В том числе и тем людям, которые захоронены здесь. Ребята, я обращаюсь к вам. Вы представители молодого поколения, то есть будущего и нашего города, и нашей Костромской земли, и всей нашей страны. Я призываю вас не забывать уроки истории, делать все возможное, чтобы такие страшные события в истории нашей страны не повторялись никогда. Я прошу вас сохранить уважение и память о бессмертном подвиге нашего народа и обязательно передать эту память будущим поколениям. Сейчас, ребята, вы должны услышать нас, запомнить, что мы говорим. И обязательно передать эти слова своим детям. Всегда помните о том, какой ценой досталась победа нашей Родине. И сегодня мы говорим светлая память тем, кто не вернулся с войны. И слава всем, кто боролся за победу нашей Родине. За ваше светлое детство и за мирное небо над нашими Родиной. Полдень. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, прошел на Аллее Победы. Мероприятие было подготовлено отделом по делам культуры, молодежи и спорта и социально-культурным центром «Луч». Сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных и трагических дат нашей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Много бед и страданий принесла она нашему народу, унеся миллионы жизней. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Кто умирал, но не сдавался. Кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков. Годы все дальше и дальше отдаляют нас от тех драматических дней. Но память о защитниках Родины, отдавших свою жизнь за свободу, независимость, будет жить в наших сердцах вечно. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое небо, за мирную жизнь, за будущее наших детей. Вечная слава героям, павшим в боях за Родину. Наш святой долг – хранить память о великом подвиге нашего народа, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Несмотря на погоду, горожане и гости города пришли почтить память своих предков, павших на полях Великой Отечественной войны, узников фашистских лагерей, тружеников тыла. Всех тех, ценой чьей жизни была завоевана долгожданная победа. Тех, кто шел на врага, закрывая своей грудью Родину от снарядов неприятеля, кто подарил нам мирное небо над головой. С 41-го года в это время уже были ранены и были погибшие. Из наших кадровых военных. Кто-то уже терял свою жизнь, а другие, отступая, шли навстречу Москве. Фашисты очень быстро, имея опыт хорошего вооружения, быстро наступали, разрушая наши населенные пункты. И население, все невзгоды, которые выпадают во время войны, на свои головы принимали. И к сентябрю месяцу, уже к сентябрю 41-го года, фашисты смогли подойти к Москве, под Москве. Я думаю, трудно передать то состояние, тот день, когда началась война. Накануне 21-го мы, молодые, бегали, гуляли по улице, рассчитывали в этот день хорошо отдохнуть. А утром, еще не слушая передачи о войне, помчались на работу. И на работе, уже на работе, услышали в отношении начала войны. И к концу дня в городском саду собралась молодежь, уже решали, кому идти по повестке, Кому что делать, для того, чтобы победить, для того, чтобы начинать чувствовать свою победу. Люди должны быть хорошо подготовлены. Так вот, и хочется сегодня пожелать, ребята, учитесь всему, чему вас учат. Мне совсем не обязательно, что придется участвовать в войне. Но знать это надо. И знать историю, историю нашей страны, нашего, нашей родины, нашего государства, мы обязательно должны делать так, чтобы нам не переживать это. Но учиться этому надо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Выполняйте все то, что от вас требуется. А в память о тех, кто ушел из жизни, это вы, это ваше поколение. Уже в третьем поколении вы появляетесь на свет благодаря тех людей, которые отдали свою жизнь. Оставайтесь здоровыми и счастливыми. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к вечному огню. Для всех присутствующих прозвучали военные песни, слова которых никого не оставят равнодушным. Песни, от которых на глаза наворачиваются слезы. Ребята из летнего лагеря при Доме детского творчества подарили танец с белыми голубями. Голуби были вырезаны из бумаги, но при каждом движении ребят они словно оживали и парили. Важно помнить, важно знать, чтобы никогда не повторить тех страшных дней войны.